Музыка Саша Владимирович, принадлежит Саша Владимирович, принадлежит Прошу садиться, товарищи Я приветствую старых наших друзей, товарищей по Российскому комитету рабочих И особо хочу приветствовать вновь прибывших, будем говорить уже так, членов Российского комитета рабочих А также гостей нашего заседания Многие, видать, не доехали еще Может быть, кто-то прибудет Значит, из Пензы должны приехать, из Новосибирска обещались приехать Но не знаю Мы будем работать при любой погоде Как я всегда повторяю Не числом надо брать, а умением Кто-то нам тоже так вот подсказывает У нас сегодня очередное заседание Российского комитета рабочих Мандатная комиссия посчитает, сколько делегатов Приглашенных Там другими есть мандаты, люди получили гостевые Есть предложение за выполнением коллективных договоров Доклад Санкт-Петербургской организации профсоюза Докеров Докладчик Петров Владимир Александрович Второй вопрос Забастовка как средство сохранения отечественного производства Обмен опытом забастовочной борьбы Основной докладчик Пудрявцев Владимир Михайлович Регулировщик радиоаппаратуры завода «Электромаш» И здесь, конечно, обмен опытом То есть мы не будем, может быть, даже ограничивать время У кого есть хороший опыт Только я сразу должен предупредить Чтобы о бедах тут меньше говорили А говорили об опыте забастовочной борьбы То, что важно для нас Третий вопрос Об учебе рабочих Очень важный вопрос Здесь два докладчика Значит, первый По первому буду я доказывать Об общем положении дел Значит, и второй докладчик Заведущий учебной частью нашего комбината Завода «Красный» Сормова Малышев Георгий Павлович Он расскажет об учебе Которое проводится заводом То есть вот в этом комбинате Очень интересный опыт, я считаю Значит, который надо взять на вооружение На все предприятия Где остро стоит вопрос сокращения кадров Ну и развала даже предприятия Четвертый вопрос О работе с проектом Трудового кодекса России По этому вопросу Должны были Нам докладывать Депутаты рабочие Госдумы Но они, к сожалению Не приехали Но мы не можем сказать По каким причинам Если, может быть, кто знает Скажите Но мы им посылали Приглашения Послания Пока их нет Но этот вопрос Он очень остро стоит Сейчас Значит, кодекс Проект Трудового кодекса России Заявлен В Думе В Госдуме Над ним уже работают комиссии Поэтому Этот вопрос мы не можем Значит, обойти Пятый вопрос О поддержке рабочих кандидатов Вы знаете В нашей Горьковской области Грядут выборы В законодательные собрания и мэра В других городах такие Выборы намечаются Где-то прошли Поэтому Этот вопрос мы тоже Не можем Не поставить Вот То, что Организационный комитет Проведение заседания Предлагает В повестке дня Пожалуйста, есть еще Петер Васильевич Ты говорил А? Значит По поддержке Об участии В акции 9 апреля В акции ФНПР Да У меня тут записано Да Правильно По кандидатам у нас Вот О поддержке рабочих кандидатов Будет докладывать Петров Сергей Петрович С Ленинграда С пролетарского завода Наладчик Станковщиков Оператор Оператор Седьмой вопрос Шестой вопрос Об участии в акции Протеста профсоюзов Вы знаете Что 9 апреля Намечаются Акции профсоюзов Мы должны Здесь Выразить Своё отношение К этому И седьмой вопрос О дате Следующего заседания Российского комитета Рабочих Мы потом скажем Намечается Приблизительно 18-18 октября Вы думаете О дате Значит Подходит Она не подходит Вот мы решили Вот так Ну собственно Мы так всегда И проводим Весна Осень Весна Осень Два раза в год Пожалуйста Предложение Внести В поездку дня Уважаем Союз защиты 24 апреля День единых акций Так Ну я считаю Давайте рассмотрим Вообще 24 Все Все Повсюжные акции Да 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 Мы так уже Вчера Так вот говорили Об этом Потому что Тут намечается акция Не одна Значит Да Хорошо Мы это принимаем Докера Но Как-то получилось Вы помните В то время такое Оно очень было Энергичное время Такое И мы очень быстро Набрали силы И уже почувствовали Что в принципе Мы можем делать Отдельный коллективный договор Не только создалась Возможность этого Вот Из-за силы организации Мы почувствовали Мы почувствовали Что уже потенциал Определенный Интеллектуальный Наработан Уже Есть объемы Которые мы можем Продъявить администрации Именно как от докеров И в 93-м году Мы этот Отдельный коллективный Договор Заключили Причем Начинали мы его заключать Как совместный Но потом Наши друзья Из Профсоюз работников Транспорта Это профилирующий В Паршу Профсоюз Соотношение Нас там У них примерно 4 тысячи человек У нас 2 тысячи человек Вот Они значит Работали вместе с нами Когда они посчитали Что их цели достигнуты Они от нас отскочили И заключили Свой коллективный договор Оставив нас там Но справились мы С этой ситуацией Но понимали Что в ближайшее время Нам уже совместно Что-то делать Вряд ли удастся И поэтому Следующий Коллективный договор Мы начали готовить Очень оснащенно Не торопились С его заключением Прорабатывали Вот очень скрупулезно Очень досконально Все пункты Коллективного договора Это удовольствие У нас растянулось На 2,5 года В эти 2,5 года Действовал Достаточно приличный Старый коллективный договор Но мы сумели К 96-му году Подойти уже Достаточно приличным документом Который В общем-то Помогал Очень здорово Решать нам Свои проблемы И Так сказать Администрация Уже была готова К тому Чтобы этот коллективный договор Подписать И он был подписан Но Учитывая Вот весь этот 2,5 годичный Опыт Работы С администрацией Учитывая Ну Ее нежелание В общем-то Идти на встречу Определенную Учитывая Учитывая Что Тогда Время Было Очень Такое С 93-го года Сложное Для общества Потому что Когда Вы помните Период Был Это Приватизация Акционирование Там Это Новые Формы Вот И мы понимали Уже Тогда Заключили Все-таки В конце Концов Коллективный Договор Но мы Понимали Что Следующий Коллективный Договор Когда Уже Администрация Наработала Свой Определенный Потенциал Когда Наконец Они Поняли Что Трудовое Законодательство Это Не Совсем Является Таковым Каким Они Его Видели Всегда Когда Знаете Как В том Анедоте Что Начальник Прав А если Он не Прав То Все Прав То 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 Они Поняли Что Это Не Проходит И Мы Понимали Что Следующему Коллективному Договору 97 Года Они Уже Подготовятся Полный Рост Будут Все Оружие И Так Оно И Получилось Причем Пока Мы Мы Сразу По заключению В 96 Году Январе Заключили Коллективный Договор Подписали И Сразу Начали Работу Подготовительную По заключению Нового Коллективного Договора Причем Мы Так Уже Думали Но Каждый Год Его Заключать Действительно Смысла Нет Поэтому Планировали Подготовить Документ Который У нас Будет Года На Три Как По закону Положено Можно Сказать Что Тот Коллективный Договор Все Так Мы Никогда К Коллективным Договорам Не Подходим Как Чему Застывшему Потому Что Время Очень Динамичное Постоянно Возникают Новые Проблемы И И в Администрации И у Нас И Поэтому Мы В процессе Действует Договор Но Мы Постоянно Работаем Над Ним Постоянно Пытаемся Решать Через Него Опять же Путем Дополнения Внесения Изменений В него И так Далее Свои Проблемы И Даже Тот Который Два С Плани Года Предыдущие Делали Мы За это Время Достаточно Много Внесли Изменений Довольно Существенно Как Например Вы Помните Все С этим Столкнулись Что Когда Администрация Стали Хозяевами Они Бросились Все Повышать Себе Резко Заработную Плату И Мы Тогда Быстренько Подготовили Классификатор Тарифной Сетки Убедили Генерального Что Его Нужно Принять И Он Принят Достаточно Такой Ну Классификатор Вы знаете Что такое Это Соотношение Заработных Зала На доске Так вот Показали Это Очень Трудно Это Это Соотношение Заработных Плат Категории Работников То есть Если Установлена Минимальная По порту Заработная Плата Которую Устанавливает Генеральный Директор По Зависованию С Повсоединительными Комитетами Вот Ниже Заработной Платы Никому Платить Нельзя А дальше У каждой Профессиональной Группы Свой Повышающий Процесс И Они Разделены У нас Были На 18 Разрядов И В каждом Разряде Определенная Группа Профессии Находилась В зависимости От Кулификации И так Далее И Когда Издавался Приказ О повышении Минимальной Заработной Платы По Порту То Автоматически Всем Повышалась Заработная Плата В соответствии С этими Коэффициентами И Этот Классификатор Поднимать Заработную Плату Сибирь Правда Потом Они Нашли Все Так Эти Выплаты Начались С Контрактами Значит Начали Через Них Поднимать Но Тем Не Менее До Сих Пор У нас Классификатор Действует Этот И В общем Он Все Дает Нам Возможность Держать Более Между Заработную Плату Не Выпячивая Кого-то Там Отдель И Так Далее И Вот Мы Сразу После В 1996 Году Сразу Начали Сбор Предложений По Внесению Дополнения Изменений Новый Коллективный Договор Причем Мы Здесь Сделали Дваякий Сбор С одной Стороны Мы Собирали Предложения Непосредственно Докеров Непосредственно Членов Нашего Профсоюза Там Было Достаточно Много А во-вторых Мы Понимая Что уже Заранее Что нам Все равно Придется Вести Переговоры Наверняка Придется Идти на Какие-то Компромиссы Наверняка Что-то Сдавать Придется Мы Начали Сами Сами Изощряться Изощряться Подготовила Свой Проект Сначала Генеральный Директор Обратился Естественно У нас Было Три Профсоюза Действовало В порту Обратился В кассетре Профсоюза С просьбой Создать Единый Коллективный Договор Но Мы На это Не пошли Помня Подставочка Которую Нам Сделали Как Показала В этом Практике Мы Сделали Что Мы Пошли На это Ну И Начали Готовиться Вот Начали Готовиться Значит За основу Был взят Действующий Коллективный Договор Но Из него Было Выброшено Все Что Все Упоминания Заработной Плате Все Упоминания Социальных Льгот Все В общем Все было Низведено Но До уровня Законодательного Урова У нас Ну Маленький Пример У нас Например По закону За ночную Смену Положено Платить 40% У нас Платилось 70% Значит Администрация Все Законное Основание Нет Вот 40% Все То Что В общем Все То Что Было Достигнуто До Этого Все Было Выброшено То То Есть Практически Был Представлен Проект Документ Такого Виде Что В принципе Не Нужен Был Потому Что Все Это Закон Уже Есть И Больше Там Ничего Не Надо Ну Это Было Их Видение Мы Взяли Изготовили Свой Проект Куритивного Договора Вот Со всеми Этими Дополнениями Изменениями Издали Его Отдельной Прошелкой И Раздали Каждому Члену Профсоюза Каждому Человек Посмотрел За Что Ему Предстоит Бороться Проводили Собрания По Разъяснению Пунктов Говорили Много О том Что Как Отставили Думали Об этом И так Далее И так Далее То Есть Работа Вот Эта Вот Шла Еще Вроде Только Только Подписали Один Коллективный Договор Но Можем Начали Вот Эту Такую Солидную Массированную Такую Работу По Подготовке Нового Проекта Ну Понимаете Все это Мы понимали Так же Что Все это Хорошо Собрание Там Все Да Все будут Понимать Все Но Все-таки Вот Надо было Как-то Начать Шевелить Лидей Непосредственно Переходить Каким-то Конкретным Действием Чтобы К тому Времени Когда Нужно Будет Начинать Какие-то Акции Чтобы Люди Были К этому Внутренне Готовы Психологически То 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 Не Просто Во-первых Они Должны Были Понимать За Что Они Борются И Эту Часть Работы Мы Провели Но Нужно Было Как бы Расшевелить Потому Что Все-таки У нас Достаточно Благополучное Предприятие По Нашим Российским Меркам Люди Все-таки Получают Эту Величную Заработную Плату Социально Достаточно Хорошо Защищены И Вот Так Просто Подняться Понимать Что Довольно Сложно Как Это Сделать Значит Мы Начали Использовать Такую Вечь Как Приостановки Работы Причем Совершенно Поводы Нам Администрация Подбрасывала Первая Приостановка Работы Была Всего Лишь На Десять Минут Когда У нас Вдруг Пошел Такой Спад В Работе Работы Не хватало Значит Мы Приостановили На Десять Минут На Это Мы Строго Спорт Все Раны Перестали Крутиться Нерегих Работ Вот Эти Десять Минут Не Производилось Значит Было Очень Много Сомнений Ну Что Такое Десять Минут Это В Принципе Ничто Но Ведь Мы Не Ставили Своей Целью Непосредственно При помощи Этого Действия Решить Проблем Мы Понимаем Что Проблема Она Решаем Она Сама По Себе Решится У То Подъем В Работе То Спад То Подъем То Спад Но Мы Вот Этот Спад Использовали Для того Чтобы Людей Как-то Сплотить Мы Эти Десять Минут Использовали На То Чтобы Поговорить С Людьми С Собрать Всех Вместе Следующий Был Значит У нас Приостановка На Тридцать Минут Опять Спад В Работе Мы Значит Приостановлен На Тридцать Не Нужно По Полной Катушке Опять Собрание Опять Люди Как бы Заводятся Опять Понимаете И Вот Это Мы Использовали Мало Того Мы Тут Еще Решали И Такие Проблемы Например Что Тридцать Минут Казалось Что Вроде Немного Вроде Как И Незаметно Нет Администрация Очень Хорошо Эти Моменты Даже Десять Минут Заметили И Тридцать Заметили И После Тридцатиминутной Остановки Между Прочем Сняли За Необеспечение Работы Первого Заместителя Генерального Директора За то Что Корр Тридцать Минут Стоял Потому Что Мы Понимали Что Те Клиенты Которые Тридцать Минут Вынуждены Ждать Нас На Рабочих Местах А Мы Ловили Такие Моменты Когда Клиентура У нас Крутая Понимаете Сами Они Все Генерального Бросаются И Вот Совершенно Неожиданно Даже Такое Было Последствие Вот Ну И Самое Такое Большое По Время Причем Это Все Мы Понимали Что У нас Как По Закону Более Трех Часов Нельзя Отсутствовать На Рабочем Место Поэтому Мы В рамках Этих Трех Часов И Действовали И Была Очень Проведена Такая Крупная Акция Такая Которая Действительно Администрацию Взбесила Это Остановка На Три Часа Я Коротко Расскажу В чем Дело У нас Начали Значит Что Такое Докер Механизатор Это Человек Который Имеет Несколько Специальностей Это Стропорщик Это И Водитель Техники Это И Крановщик И так Далее И так Далее Вот В одном Лице Администрация Решила Иметь Отдельно Крановщика Отдельно Водителя Подрущика Соответственно С более Низкой Тарифной Ставкой А для Того Чтобы Разбить Организацию Решили Создать Некое Подразделение Где Все Специалисты Должны Были Со Сверх Курта Быть Сокумулированы То Разбить Вот Эти Профсоюзные Организации Цеховые И Бригады Все Перемешать И Слава Богу Что Администрация Этот приказ Об этом Как раз Издала Накануне Конференции Нашей И конечно Когда началась Конференция Это генерального Поставили За трибуну И Первым вопросом Потребовали От него ответа И вот Мы тогда Вот в этот день Сразу же После Окончания Работы Конференции Мы с нуля Часов Начали проводиться Собрание По три часа И уже там Три часа Время Достаточно Солидно И там Уже По полной Программе Поговорили С людьми И о коллективных Договорах Это когда Вся смена Собирается Представляет Себе Эта масса Народа И вот По полной Программе Говорим Причем На эти Собрания Приходили И из Других Профсоюзов То есть Это уже Вот Перед самым Коллективным Договором Перед заключением Его Вот Такая акция Была проведена Потом С прокуратурой Были разборки Там Ничего Администрация В суд на нас Пыталась подать Ничего Она не сумела Доказать Что мы действовали Не в рамках Закона Все оказалось Законом Вот Это я немножко Уже забежал Вперед Тут иначе Никак Сам же Сама работа Над коллективным Договором Она велась Очень полномерно Была создана Комиссия Комиссия У нас значит Как мы решили Сначала Сделать Пошел Значит Председатель Продкома Возглавлял Эту комиссию А дальше Мы взяли Вот С каждого У нас Докер Работает На подразделения Которые районы Называются У нас Четыре района Вот Мы с каждого Района Взяли по докеру Просто по докеру И в эту комиссию Ввели Вот Председатель Он компетентный Человек Он знает Как это делается А это были Мужики с места Была опасность Высказывали Что ну вот Как Некомпетентные люди Вроде сидеть Там будут Ничего Вы знаете Очень хорошо Справились Замечательно Быстро Очень поняли Что нужно Очень хорошо Отработала Комиссия Был сформирован Протокол Разногласий Который Вошло 180 Причем Все Основные Гленные Пункты Задача Стоит Такая Задача Правильная Необходимая Ее надо Решать Я бы Обратил Внимание На то Как Докеры Решали Эту задачу Задачу Формирования Заключения Контроля Решают Вот Что самое Главное Значит Во-первых Каждый Член Профсоюза Имеет Проект Коллективного Договора И может Так сказать Внести Свои Предложения Дополнения И так далее То есть Прямое Участие Каждого Докера Каждого Члена Профсоюза Формирования То есть Не на заборе Расскреено Совершенно верно В руках Это раз Есть У меня личный Экземпляр Федотов Значит Этот договор Ну конечно Читаешь Как сказку Что К нашему Сожалению Большому Значит У нас На наших Заводах Этого Значит И нет Делаются Попытки Вот У нас На заводе Плохое Отношение Было К Булаткину К Свободному Профсоюзу Ну Было Не к Свободному Профсоюзу Плохое Отношение А вот Именно К руководителям Этого Профсоюза Но И то На конференции Этот человек Ну как Считает Плохой Человек Вносит 13 пунктов В коллективный Договор 13 пунктов Значит И все Это Отвергается Махом Представьте Еще раз Извините Председатель Правкома Доперов Новороссийского Компания Перебоев Александр Значит Ну собственно Рассказывать В принципе Это нечего Потому что Он рассказал Почти всю Историю Создания Нашего Профсоюза Какие вопросы Пожалуйста А у вас Как В Новороссийске Какие условия У рабочих Удалось Решить проблему Сохранения Численности Рабочих Мест Вот эту Главную Самую И участие Это самая Главная У нас Программа Удалось Вам ее Решить У нас Да И сколько У вас Тичность Пол договора Запрена 1260 И тоже По полу договора Они не имеют Права Заградить Да Без Согласия Профсоюз А в процентах Значит Раньше Было 5200 В порту Рабочих Докеров Сейчас Численность Докеров Резко Не резко А вот Значит Сначала Перестройки Доведено До 1260 А Управленческий Аппарат Не управленческий Аппарат Так сказать А Административный 3700 А с какого Времени Вы уже Не даете Сокращать 3700 То есть В два раза Значит С каким Мы являем Имеем дело Или вот Люди Так сказать Думают О улучшении Своей жизни Отгородились От всех Создали себе Помощь Пол договора И активный Энергичный Борьбой Тепличные Условия Или Они создали Известный Плацдарм Для того Чтобы Опираясь На их опыт На их знания И на их борьбу На их возможности В том числе И организационные И технические И материальные Расширить Вот эту сферу И как это делается Как говорится В военных действиях Завоевывать Новые позиции На других Так сказать Фронтах На которых Бьются рабочие За сохранение Своего производства Отечественного За Свои интересы Мне пришлось Это изучать Вот эту проблему Ну и В силу Близости Территориальной В силу того Что мы постоянно Контактировали Я в свое время Был кандидатом Народного депутата СССР От коллектива Морского торгового порта Санкт-Петербурга Поэтому Мне приходилось Экономику порта Изучать Я хочу сказать Что Прежде всего Мы имеем дело Здесь С плодом Огромной Огромной Можно сказать Титанической Работы Которая проделана Рабочими Докерами Минградского Морского торгового порта За этим Лежит Огромный Труд И То что мы имеем Это плод И Большой Напряженной И умственной работы Рабочих Прежде всего Которые Постоянно Думают о том Что можно сделать В той ситуации Которая сложилась Вот самое начало Состояло В том Что они поняли Что они тонут Как мухи в молоке И если В порту Тех Кто Определяет Вообще Порт А именно В докерах Механизаторов Меньшинство Если они Не сорганизуются Как ядро То им Никакие проблемы Не решить Вообще И наоборот Как только Они сорганизуются Они получат Поддержку И служащих Потому что Когда докеры Пробастовали У нас в городе Спектр организации Достаточно широк И поэтому Можно Как-то Подытожить Это дело Ну вот Первый Первый способ Классический Когда Профсоюз Выходит Имея Значит Большинство Или Подавляющих Ну Большинство Членов Значит Большинство Работающих Члены Этого Профсоюза Профсоюз Выходит На Дирекцию На Администрацию С Предложением Заключить Колдоговор Значит Представляет Свой колдоговор И Процесс Пошел И Профсоюз Защищает Этот колдоговор Вплоть до Забастовки То есть Забастовка Является Ключевым Ключевым Моментом В защите Колдоговора Вот Это Классический Способ Ромаш Контрактную Систему Попытались Вести И Она У нас Существует У нас Два Человека На Контракте Есть На Заводе Значит Сварщик И Как Он Расточник Другой Кардинатчик Кардинатчик Ну Расточник И Кардинатчик Значит В Коллективном Договоре Сказано Что Любые Преобразования Изменения Формы Собственности На Предприятии Проводятся Согласия Совета Трудового Коллектива По выступлению Докеров Фактически Как раз В русской Колдоговора Я хотел бы Обратить внимание На то Что Ведь Вы Колдоговор Фактически Сегодняшний Готовили Как вы Выразите Два С половиной Года Так я Правильно Говорился То есть Вообще Вот эти Процедуры Заключения Колдоговоров Сущность В чем Заключается В том Что это Элемент Борьбы То есть Они имеют Своевали Право От Докторов От Основного Рабочего В течении Вот этого Периода Забастовочной Борьбы В конечном Счете Заключать Эколдоговор И Выбивать От администрации Все Что В общем-то Реально Возможно То есть Разумно Возможно Но Сегодня Это Для остальных По всей Видимости Будет Проблематичным Уважаемые участники Российского Российского Комитета Рабочих По Поручению Организационного Комитета В состав Мандатной Комиссии Вошли Модельщик Из Иванова Шумаков Регулировщик Радиоаппаратуры Кудрявцев Оператор Станковщиков Ленинград Петров Сергей Петрович На заседании Российского Комитета Рабочих Присутствует 24 человека Представителей 9 городов Рязани Иваново Вологды Нижнего Новгорода Москвы Ленинграда Владимира Новороссийска 100 Нижнегородской Области Присутствуют Делегаты Российского Комитета Рабочих С правом Решающего Голоса 12 человек Свиридов Николай Из города Рязани Бригадир Прошу прощения Николай Андреевич Бригадир Электром Монтер Шумаков Анатолий Петрович Модельщик Из города Иваново Делегирован Советом Рабочих Германов Вячеслав Германович Вагоноремонтный Завод Город Вологда Кузнец Делегирован Профсоюзом Защиты Кудрявцев Владимир Михайлович Нижний Новгород Регулировщик Радиоаппаратуры Делегирован Заводом СТК Электрон Маш Петров Сергей Петрович Делегирован Рабочим Комитетом Акционеров Штепотарский Завод Шишкарев Василий Иванович Представитель Города Москвы Наладчик АМО ЗИЛ Делегирован Инициативным Советом Рабочих ЗИЛ Обнорский Николай Викторович Представитель Города Владимира Завод Точмаш Делегирован СТК И профсоюзом Работателем Ромонтером Ремонт Группа Наших Товарищей Из Нижнего Новгорода Пауков Анатолий Михайлович Завод Лазур Слесарин Скументальщик Сенков Константин Александрович Нижний Новгород Токарь Завод Предтоятие Водоканам Игушин Витрий Васильевич Токарь Сточник Завода Красная Сомова Нижний Новгород Седов Александр Иванович Нижний Новгород Токарь Красного Сомова Поднебесно Виктор Александрович Если я не ошибаюсь Правильно? Только Расточник Красного Сомова Два представителя Являющихся делегатом Совещательного Донуса Первый раз По-моему К нам приехали Представители Новороссийского Новороссийска Это председатель Правкома Докеров Новороссийского Морского Торгового Порта Перебоев Александр Алексеевич Делегат Справа Решающего Голоса Пугачева Ружина Борисовна Делегированным Советом РКСС Город Москва То есть Российского Комитета Делегированным Советом Рабочих Крестьян Специалистов Случа Город Москва Работает инженером Завод Вирус Физоаппаратура И уважаемых гостей Мы приветствуем В количестве Десяти человек Прошу Значит Утвердить Полномочия Делегатов Нашего Российского Комитета Рабочих Кто за то Чтобы утвердить Полномочия Делегатов Нашего Седания Российского Комитета Рабочих Прошу Прогласовать Спасибо Против Нет Против Сдержавшихся